Добрый вечер, дорогие ребята! Сейчас уже вечер. Ну и поскольку вечер, а значит видны звезды, то мы поговорим о замечательном геометрии и астрономии, в первую очередь астрономии Клавдии Птолемеи. Мы с вами знаем теорему Птолемея. Надо сказать, что истоки теоремы Птолемея в тригонометрии. Он себя позиционировал, в общем-то, даже не как геометр, а как астроном, потому что, ну, в общем-то, всю свою жизнь он отдал звездам, наблюдению звездного неба. И надо сказать, что не случайно мир примерно полторы тысячи лет, полторы тысячи лет жил по Птолемею. Да, он ошибался. Он считал, что в центре Вселенной находится Земля, а это для нас очень приятно, значит, мы самые главные, а планеты вращаются вокруг Земли. На самом деле это не так. Но для того времени это было очень прогрессивным шагом. Кроме того, он сделал очень мощное вычисление. Даже сейчас ученые поражаются его таблицам, которые он составил. Они очень похожи на таблицы Брадиса, и там ошибка идет только начиная где-то с третьего знака. То есть совершенно точные таблицы он составил, измерение угловых величин. Ну, в современном исполнении это называется таблицы синусов, косинусов, тангенсов и катангенсов. Мы сейчас постараемся поговорить именно о том, как теорема Птолемея связана с тригонометрией. Итак, теорема Птолемея и тригонометрия. Клавдик Птолемей доказал замечательную теорему, и она входит в нашу эрудицию. Что если четырехугольник вписан в окружность, четырехугольник, давайте его назовем как-то так, КНТК, четырехугольник вписан в окружность, и его стороны А, Б, С и Д, о диагонали Е и Ф, то сумма произведений противоположных сторон равна произведению диагоналей А умножить на С плюс Б умножить на Д равно Е умножить на Ф. Ну, уже одно только доказательство теоремы Птолемея. Вы, я верю, помните это доказательство, оно потрясающее, потому что он отложил так называемую изогональ, отложил угол, равный данному, а потом, увидев две пары подобных треугольников, доказал теорему, которая носит его имя. Но мы сейчас поговорим о том, как теорема Птолемея может очень здорово помогать тригонометрию. Итак, теорема Птолемея и тригонометрия. Пусть у нас есть треугольник А, Б, С. Треугольник А, Б, С. И около него описана окружность Омега. Треугольник А, Б, С. И около него описана окружность Омега. А стороны, соответственно, против А, А, напротив уголка В и С. И вот что мы можем попробовать сделать. Пускай центр окружности это будет точка О. И давайте проведем диаметр СД. Проведем диаметр СД. Соединим Д и А, соединим Д и Б. Пускай вот эти два уголка, угол А, С, Д и угол А, Б, Д назовем их альфа. Ну, они равны, поскольку вписанные опираются на одну дугу А, Д. Давайте другие два уголка. Вот этот, Б, С, Д и вот этот, Б, А, Д назовем бета. Они тоже равны, как вписанные, опирающиеся на вот эту дугу Б, Д. Ну, что ж, итак, это А, это Б, это С, это у нас 2Р, потому что это диаметр. Ну, да, остается нам обозначить как-то отрезочки А, Д и Б, Д. Давайте заметим, что А, Д разделить на синус альфа – это 2Р по теореме синусов. А, Д разделить на синус альфа – это 2Р. Ну, что ж, тогда А, Д – это не что иное, как 2Р умножить на синус альфа. Аналогично, Б, Д разделить на синус противоположного угла, синус бета, это тоже 2Р. Давайте еще раз. Б, Д разделить на синус бета – это 2Р, что, впрочем, можно было заметить и из прямоугольного треугольника. Можно было и так сделать. Противолежащий капитр разделить на гипотенузу – это 2Р. Тогда Б, Д – это не что иное, как 2Р на синус бета. Ну, собственно, давайте будем пробовать писать теорему пталемея с учетом разве что того, что что такое А. Давайте посмотрим. Значит, мы можем записать следующее. По теореме пталемея мы можем записать, что А умножить на 2Р синус альфа, Б, 2Р синус бета, равно 2Р умножить на С. Ну, давайте посмотрим, что такое С. С поделить на синус противоположного угла, С разделить на синус альфа плюс бета. Давайте аккуратненько запишем. Синус альфа плюс бета – это тоже у нас 2Р. Посмотрите, сторона на синус противоположного угла – это 2Р. Ну, в общем-то, все. Мы можем так выскочить сейчас на одну из самых знаменитых формул тригонометрии. Давайте мы тут здесь немножечко обыкнем и попробуем это доказать. Что у нас получается? У нас получается, что А умножить на 2Р на синус альфа плюс б умножить на 2Р на синус бета равно С умножить на 2Р. Давайте это запишем. А умножить на 2Р на синус альфа, извините, по теореме Птолемея прибавить. Б умножить на 2Р на синус бета равняется произведению диагоналей 2Р, а вместо С мы можем записать 2Р на синус альфа плюс бета. Это 2Р на синус альфа плюс бета. Синус альфа плюс бета. Ну, кажется, вроде бы неплохо. Мы на 2Р уже можем сократить. 2Р, 2Р, 2Р. Нам бы надо как-то А и Б выразить через соответствующие величины. Давайте посмотрим на этот треугольничек. Он прямоугольный. И А разделить на 2Р – это прилежащий катет разделить на гипотенузу. Ну, тогда А – это есть 2Р на косинус бета. 2Р на косинус бета. Давайте еще раз. Прилежащий катет разделить на гипотенузу в прямоугольном треугольнике А, Б, Д – это косинус бета. Ну, тогда А равняется 2Р на косинус бета. Ну, и самое последнее остается Б. Но ведь у нас это тоже… Обратите внимание, что у нас это диаметр. С, Д – это диаметр. Я тут точечку О не поставил. Давайте ее поставим. Точку О. Тогда нетрудно заметить, что и этот угол 90 градусов. Ну, тогда Б разделить на 2Р – это прилежащий катет разделить на гипотенузу. То есть это косинус альфа. Значит, Б равняется 2Р умножить на косинус альфа. И мы сейчас, в общем-то, практически доказали одну из основных теорем тригонометрии. Давайте немного нам уже тут рисунок меньше нужен. Посмотрите, что у нас получается. Аккуратненько записываем. 2Р давайте опять сократим. 2Р, 2Р и 2Р сократим. И тогда начнем с правой части. Синус альфа плюс бета равно синус альфа на косинус бета равно синус альфа на косинус бета плюс косинус альфа умножить на синус бета. Косинус альфа умножить на синус бета. Вот, ребята, одна из основных формул тригонометрии. Синус альфа плюс бета суммы двух углов равна синус этого угла равен синус альфа на косинус бета плюс косинус альфа на синус бета. Вы наверняка скажете, ну хорошо, формула такая себе, а зачем она нужна? Давайте хотя бы один пример. Например, вас просят найти синус 75 градусов. Синус 75 градусов. Вы говорите, что мы его представим в виде суммы двух углов 45 градусов и 30 градусов. Тогда синус 75 градусов это синус 45 градусов плюс 30 градусов. А по нашей формуле это будет синус 45 градусов умножить на косинус 30 градусов плюс косинус 45, извините, градусов умножить на синус 30 градусов. Ну, а это табличное значение синус 45 и косинус 45. Вы помните, корень из двух на два, косинус 30 корень из трех на два и синус 30 одна вторая. В результате мы получаем синус 75 градусов. Проверьте, вы должны получить, ну, наверное, вот такое. Корень из 6 плюс корень из 2, деленное на 4. То есть, смотрите, благодаря этой формуле, а формулу мы эффектно вывели с помощью теоремы Птолемея, мы можем без таблиц находить, например, синус 75 градусов. Ну вот, и я хочу показать еще одно применение теоремы Птолемея. С ее помощью можно очень быстро и очень красиво доказать теорему косинуса. Смотрите. У меня есть треугольник АВС. АВС. Со сторонами АВС. И около него описана окружность Омега. Окружность Омега. Давайте через точку А проведем прямую параллельно ВС. Вот такую прямую мы проведем. Назовем ее АД. АД. Прямую АД. Давайте мы так, чтобы немножко вам лучше было видно. Тогда очевидно, что АДСБ это трапеция. Поскольку окружность можно описать только около равнобокой трапеции, то она равнобокой, и поскольку это С, то и это С. Тогда и диагональки равны. Тогда это тоже В. Остается вот это вот как-то нам записать. Но обратите внимание, это же у меня угол В. И тогда, если я проведу перпендикуляр, то вот этот отрезочек – это С, а это угол В. Этот отрезок С умножить на косинус В. Давайте проверим. Этот отрезочек разделить на С – это косинус В. Значит, чтобы найти этот отрезок, нужно С умножить на косинус В. Точно такой отрезочек и здесь. Ну, тогда отрезок Х – это не что иное, как А вычесть 2С на косинус В. А вычесть 2С на косинус В. Ну что ж, давайте применять теорему Птолемея. Ведь четырехугольник АДСБ в нашем случае равнобокая трапеция, он вписан в окружность омега, а значит, применима теорема Птолемея. Сторона на противоположную сторону А умножить на противоположную сторону А противоположная сторона А минус 2С на косинус В. Прибавить сторона на противоположную С на С – это С квадрат равняется диагональ умножить на диагональ равняется В квадрат. Давайте прочитаем справа налево. b квадрат равняется a на a, а квадрат, давайте c квадрат вперед загоним, оно с плюсом, и с минусом минус 2ac на косинус b. Смотрите, как эффектно с помощью теоремы Птолемея доказана теорема косинуса. Таким образом, мы с вами убеждаемся, что теория истоки теоремы Птолемея в тригонометрии. Ну и еще она будет не раз нам помогать как в тригонометрии, так и в решении других геометрических задач. Спасибо.